Встает, становится доброй традицией, что накануне Нового года нам предоставляется в хорошем смысле возможность несколько приподняться над текущим бизнесом, над текущими задачами и погрузиться в то, чтобы проанализировать, что происходит вокруг. Куда движется наша отрасль, куда движутся смежные отрасли, какие приложения из этих трендов мы можем уже сегодня использовать в нашей работе и о чем нам нужно задуматься на завтра. И безусловно для нас невозможно было бы представить лучшего визионера и проводника в этих размышлениях, чем нашего уважаемого гостя, большого друга Республики Татарстан и нашего банка, первого российского профессора Стэнфордского университета, первого почетного профессора Стэнфордского университета из России, профессора экономики, финансов и, я думаю, что уникальным образом совершившим мост между экономикой и финансовым, а также инновациями и венчурным бизнесом. Поэтому я прошу вас всех приветствовать, профессора Илью Стрибулаева. Спасибо, Илья. Доброе утро всем. Я многих из вас уже видел в прошлом году, это стала хорошей традицией у меня каждый год под католическое Рождество приезжать в Казань, в Республику Татарстан. Поэтому я начну с небольшого признания. Небольшое признание состоит в том, что у меня тоже есть татарские корни. Я вам покажу своего прадедушку Стрибулаева Николая Николаевича, который был чистокровный татарин по папиной линии. Он не жил в Казани, он жил в городе Гусь-Крустальный, а потом его семья переехала в Рязань, где они жили. И он также участвовал, слева стороны, участвовал в Первой мировой войне. Это фотография 1914-1915 годов. Я думаю, что он очень бы удивился, если бы узнал, что его праправнук не только оказался в Москве, но потом уехал в Америку. Не только оказался в Калифорнии, но стал первым русскоязычным профессором бизнес-школы Стэнфордского университета. И также, что его имя Стрибулаев на первых полосах американских газет. В этом году моя группа исследователей и студентов научной группы в Стэнфордском университете сделала ряд любопытных исследований, которые были востребованы в мире. И, как вы видите, про наше исследование пишут на первой странице New York Times, Wall Street Journal и другие крупные деловые газеты и журналы США и мира. Я думаю, что он очень бы удивился. Поэтому у меня достаточно близкие исторические связи с татарскими корнями. Поэтому мне здесь очень приятно быть. Вторая причина, почему мне приятно быть, что у меня уже достаточно хорошие связи с Акбарсбанком и с вашим руководством. Ваше руководство уже несколько раз приезжало. Зуфар и его коллеги уже несколько раз приезжали в долину. И каждый раз, когда они приезжают, то мы с ними встречаемся. И что мне особенно приятно, это прогресс, который ваша организация сделала за тот год, когда у меня была первая у вас большая сессия на целый день. Какой у нас сегодня будет день? День будет у нас очень интенсивный, потому что я подготовил очень много материалов и посмотрим, успеем ли мы пройти с вами обсудить все. Но несмотря на то, что материалов очень много и мне есть что рассказать, мне также очень хотелось бы, чтобы вы мне задавали вопросы. Поэтому в какой-то момент я остановлюсь и спрошу, есть ли у вас вопросы, и пожалуйста, не бойтесь. В Стэнфорде, когда я читаю студентам примерно таком же количестве, у меня курс по венчурному капиталу 130 человек максимум, туда допускается. И там очень опасно спрашивать, есть ли вопросы, потому что все студенты очень активно соревнуются друг с другом. И если спросить, есть ли вопросы, то в этот момент такой ряд рук и приходится рандомизировать. Поэтому я надеюсь, что тоже вы мне будете задавать вопросы. Тема нашего дня. Я хотелось бы начать с того, чем живет мир инноваций. Поскольку я, естественно, приезжаю и исследую долину, то я расскажу вам, чем живет силиконовая долина сегодня, что произошло за тот год, что мы с вами не виделись. И в частности, этот год оказался достаточно революционным с точки зрения изменений. После этого мы с вами перейдем на последние этапы развития финансовой технологии. И особенно те из вас, кто активно задействованы в изменениях, трансформациях финансовых технологий в Маркмарсбанке, будет интересно сравнить с тем, что происходит в финансовых структурах во всем мире. А после этого мы вернемся к той теме, которую я начал с вами обсуждать в прошлом году, про принятие решений. И мы поговорим про принятие решений и про изменения, трансформацию организации, культуры и инноваций. Но давайте начнем с глобализации. Я вначале вам расскажу про исследования. Если вы обратите внимание, этот журнал называется Barons. Это самый уважаемый деловой еженедельник в США. И я не знаю, угадали ли вы, что это или кто это. Это по-русски называется единорог, а по-английски называется юникорн. Это такое мифическое легендарное существо из средних веков, которое настолько редко, что его никто не видел. Почему это на обложке этого журнала и названии статьи «Проблема с единорогами»? Почему? Потому что слово «единорог» теперь имеет два значения. Если вы посмотрите на оксфордский словарь английского языка, то помимо основного значения, то есть мифическое легендарное существо с одним рогом, появилось в этом году второе значение. Оксфордский словарь постоянно пополняется, обновляется. И второе значение – это частная компания, в которую вложил венчурный капитал, который стоит больше, чем 1 миллиард долларов. И слово «единорог» в этом значении, в долине, начали употреблять в 2011 году, когда такие компании, вернее компания «Я», Facebook стал такой первой компанией, появились впервые. И они были настолько редки, что назвали их «единорогами». Но теперь этих «единорогов» в мире примерно 450. Поэтому куда ни посмотришь, везде «единороги». По крайней мере, если вы в Америке, в долине, например, только примерно 70 «единорогов», в Китае много «единорогов» и так далее. Почему проблемы с «единорогами»? Потому что в отличие от компаний публичных, которых очень легко оценить, очень сложно оценить «единорогов». Они частные компании. Более того, это не просто частные компании, а это компании с очень высоким темпом роста. Но при этом многих из них до сих пор убытки. Венчурный капитал до сих пор их активно поддерживает. И когда я говорю о «единорогах», я говорю о тех компаниях заветом, о которых вы знаете, как, например, компания Uber или компания Airbnb. Но, естественно, десятки других, про которых, возможно, вы и не слышали. И что сделала наша группа? Впервые мы нашли метод, каким образом можно оценить «единорогов». То есть мы нашли способ, каким образом взять, например, компанию Uber и сказать, сколько она стоит, чтобы можно было цену компании Uber, капитализацию, сравнить с капитализацией публичных компаний в Америке. По сравнению с Uber транспортной компанией, то можно задать вопрос, сколько стоит Uber по сравнению с компанией Ford, например, которая производит машины. И такой вопрос можно было задать, но еще в прошлом году на этот вопрос невозможно было ответить. Или, по крайней мере, те ответы, которые давали, и которые многие верили, были на самом деле неверными. И наша группа это сделала. И почему называется «проблема с «единорогами»?» Потому что мы обнаружили, что на самом деле такого типа компаний существенно переоценены. Наш базовый результат, что средний «единорог» в США переоценен на 50%. Что, как вы понимаете, достаточно существенно. Если завтра фондовый рынок США, например, упадет на 50%, это будет большой катаклизм. Поэтому если вы меня спросите, что ожидается в мире технологических новаций в течение следующих 18 месяцев, я бы скажу, что может быть вполне возможно коррекция. Коррекция – это означает, что многие компании, возможно, снизятся в цене. И вполне возможно, что в настоящий момент есть пузырь, связанный с тем, что все хотят вложить в такого типа технологии. И все эти «единороги» очень дорого стоят. Опять же, согласно нашим оценкам, переоценены примерно на 50%. Поэтому в ближайшее время, и вы сможете меня проверить уже, возможно, через 12, скорее всего, через 2-4 месяца, а может быть завтра. Это точное ожидание, точное время, когда это произойдет, предсказать невозможно. Поэтому в ближайшее время вполне возможно будет переоценка. Но я хотел бы с вами поговорить о том, что будет в течение следующих 5 лет. И что будет со всеми нами в течение 5, 10, 15 лет. И мой основной тезис на первый наш час совместный будет следующий. Мой прогноз на следующие 5-15 лет состоит в том, что мы испытаем с вами во всех индустриях, в банковской сфере мы уже испытываем это, но во всех сферах мы испытаем гораздо больше прорывов, гораздо больше разрывов, гораздо больше революционных потрясений во всех индустриях, во всех регионах, чем за последние 50 или даже 100 лет. Обычно я говорю, либо с начала Второй мировой войны, либо с начала Первой мировой войны. Почему 15 или 15 лет? Это как раз зависит от того, будет ли выполнен мой прогноз. Если прогноз мой сбудется и будет существенная коррекция на цены такого типа компаний, то, скорее всего, такого типа прорыва случится через 5 лет. А если мой прогноз не выполнится, то, скорее всего, через 10-15 лет. Потому что обычно революционные изменения происходят в плохие времена. Когда происходит коррекция, например, когда интернетный пузырь лопнул в начале 2000-х годов, то в следующие 3-4 года были созданы самые интересные компании, которые сейчас доминируют технологический мир. То же самое, если быстро лопнет мыльный пузырь сейчас, то высовывается очень много ресурсов, которые будут использоваться гораздо более эффективно. Но даже если этого не произойдет, то есть определенные причины технологические, экономические, которые обеспечат достаточно революционные изменения в течение следующих 10-15 лет. И поэтому, что бы я хотел бы рассказать? Первое. Каковы принципы таких причин? Я хотел бы поделиться с вами механизмами, которые мы вывели, которые позволят такого типа революционным изменениям произойти. Это первое. Второе. Я хотел бы вам показать примеры отдельных отраслей, не банковских. Потому что банковских мы с вами потом будем заниматься, когда будем обсуждать в финтех. Других отраслей. Отраслей ваших клиентов, после вашего банка. Где происходят изменения? Уже сейчас. И потом я с удовольствием отвечу на любые вопросы. Давайте с вами начнем с причин. Прежде всего, если мы посмотрим с вами на предыдущие 15 лет, а может быть даже на предыдущие 100-200 лет, то обычно, когда делают такого типа предсказания, что в будущем будут революционные изменения, то обычно люди очень недоверчивые. Особенно те люди, которые находятся во главе крупных компаний или государств. Я очень часто делаю презентации для лидеров крупных компаний. И обычно, когда в компании все идет неплохо, хорошая прибыль, хорошие доходы, много клиентов, все удачно, все стабильно, то главы компании обычно очень недоверчивые говорят, что может измениться, у нас все хорошо. Это достаточно опасно. Это на самом деле самое опасное, что когда все хорошо внутри, и поэтому вы не замечаете, что происходит наружу. Вот вам несколько таких исторических примеров, которые я сюда привожу, чтобы люди поняли, что они могут ошибаться. Все мы, естественно, знаем про Амазон, но Амазон был создан меньше, чем 20 лет тому назад. И когда Амазон начал расти, я вам напомню, что изначально Амазон продавал исключительно книжки, то тот же самый Беренс, который я уже сегодня упомянул, в мае 1999 года обложка была «Амазонская бомба». Но на самом деле с идеей сводилась этой обложки, этой публикации, что Амазон — это пузырь, который никогда в жизни не повлияет ни на что. В частности, написано следующее, что Безо — это основатель Амазона, что Амазон совершенно не изменил книжную индустрию, что книжным магазинам абсолютно беспокоиться не о чем. А кроме этого, потому что когда брали интервью у основателя Амазона, это был 1999 год, он сказал следующее, что с книжной индустрией мы разберемся за пару лет, а потом мы начнем разбираться с Walmart. Walmart — это самый крупный магазин мира. Естественно, что тогда Амазон был никто и ничто, а у Walmart было все. И здесь сообщается, что у Walmart есть ресурсы, у которых Амазон даже никогда и не мечтает. И что если уж Walmart решит уничтожить Амазон, то это будет сделать очень-очень просто. Когда в этой же публикации у CEO Walmart спросили, что вы будете делать с Амазоном, он сказал, что даже не знает, что такое Амазон, меня это совершенно не волнует. Естественно, что это может быть заняло не пару лет, но примерно за 10 лет Амазон уничтожил все книжные магазины. Без исключения, каждая публичная компания в Америке, у которой были книжные магазины, разорилась и обанкротилась за последние 15 лет. Но теперь Амазон уже стоит гораздо дороже, чем Walmart. И очень многие предсказывают, что Walmart предстоит то же самое, что этим книжным магазинам. Причина, почему это произошло, потому что Walmart не обращал внимания на Амазон 20 лет тому назад. Жил своей жизнью, естественно, что у Walmart было все хорошо. А вот вам другой пример, который гораздо ближе к нам. Я не сомневаюсь, что у всех у вас смартфоны. И, наверное, больше половины у вас айфоны. Айфон появился... Наверное, Walmart не понравилось, что я так рассказываю про них. Айфон появился ровно 10 лет тому назад. Я не знаю, задумывались ли вы о том, как вы жили до айфона. Кто-то сказал, прекрасно, может быть. Но если я вам предложу, хотите ли вы туда вернуться, если вы мне скажете да, то я вам не поверю. Не поверю вам. Но самое интересное, что когда айфон появился, то в первой неделе, после того, как Стив Джобс объявил об айфоне, то взяли интервью у Стива Болмера. Стив Болмер тогда был генеральный директор, CEO Microsoft. Напомню вам, что Microsoft тогда, 10 лет тому назад, была самая дорогая компания в мире. Это был абсолютный монополизм всего, что связано с софтвером. И у Стива Болмера взяли интервью, боитесь ли вы айфон. И вот что он говорит. Он сказал, что нет абсолютно никаких шансов, что айфона будет, хотя бы даже маленькая доля рынка. Никаких шансов. Он не просто это сказал, но он это и сделал. Microsoft отказался идти в онлайновую революцию. Microsoft отказался от разработки собственных смартфонов. Кстати, любопытный факт, что смартфоны не были разработаны Apple изначально. Смартфоны были разработаны инженерами Microsoft. Но Болмер убил этот проект, поскольку он сказал, зачем. Этот проект конкурирует с нашим системой Microsoft Windows. Поэтому этим мы не будем заниматься. И в результате у Apple не было серьезного конкурента. Естественно, что Microsoft через 8 лет, когда уже Болмера убрали в отставку, его ушли, потому что, естественно, Microsoft потерял все свои позиции. Microsoft начал заниматься смартфонами, но с опозданием примерно на 7,5-8 лет. Опять же, это была классическая ситуация, когда лидер удачной компании считает, что все будет хорошо и не будет больших изменений. Теперь еще на 10 лет. 2017 год. Я вам сейчас приведу пример, где мы еще не знаем результатов, но у меня будет предсказание. Этот человек, который дает интервью, Фред Смит. Он руководитель очень-очень удачной компании, которую вы все знаете. Я выбрал компанию, которую все в мире знают. Курьерская служба FedEx. Заведомо все про нее знают. Прекрасно. Возможно, многие пользовались ее услугами. Очень удачная компания. Если вы посмотрите на прибыльность компании, потрясающе. Если вы посмотрите, сколько людей там работает, сотни тысяч. Если вы посмотрите, сколько они доставляют документов каждый день, посылок только в Америке. Это потрясающе. Это октябрь 2017 года. Это меньше, чем два месяца назад. Что он сказал? В настоящий момент мы не видим на горизонте никаких серьезных технологических изменений, связанных с последней меди-доставкой. Пошло очень много разговоров теперь про последнюю меди-доставку. То есть от магазина до потребителя или от точки, где сконцентрированы все посылки, например, почтовая точка, почтовый офис, до вашего офиса. И он сказал, что мы совершенно не считаем, что все это чепуха, все, что говорят. А потом я вам расскажу, после того как я вам расскажу про причины и механизмы, почему я считаю, что он ошибается. Я вам расскажу, что они делают. Потому что за словом следует дело. Что Фидекс делает. И потом я сделаю вам предсказание, что случится с Фидексом. Вы можете записать. И через несколько лет мы с вами можем проверить это. Когда я рассказываю своим студентам в Стэнфорде про инновации и про то, как думать про инновации, то мой первый слайд – это этот первый слайд. Потому что изменения, которые мы ожидаем, настолько революционные, что чтобы они не изучили в прошлом, очень сложно применять в будущем. Поэтому здесь написано, что don't look back, не смотрите назад, потому что мы не идем туда. Мы идем совершенно по-другому. И сейчас я хотел бы вам рассказать про те механизмы, которые, я думаю, будут определять жизнь не только вашего банка и не только Стэнфордского университета и долины, но всего мира в следующие 10-15 лет. Про первый механизм, возможно, вы слышали, хотя, возможно, его до конца мало кто понимает. Это так называемый закон Мура. Мур был инженером в долине много-много лет тому назад на заре полупроводников и компьютерных чипов. И он сделал такое предсказание на основе своих исследований. Он сделал такие предсказания еще в конце 60-х, в начале 70-х годов. Предсказание было следующее, что каждые 18 месяцев мощность компьютерных чипов будет увеличиваться в два раза. Такое было предсказание. Кстати, если мы вернемся в те годы, то ему никто не поверил. И если мы посмотрим с вами, для тех из вас, кто математик, сразу увидит, что здесь у нас годы, а здесь у нас так называемая логарифмическая шкала. То есть каждая единичка, каждая линейка в 10 раз увеличивается. Мы увидим с вами прямую линию, практически прямую линию. Это на самом деле закон Мура. Здесь показано каждые 18 месяцев мощность компьютерных чипов. Свет названия. Если кто-то из вас увлекается историей компьютеров, то это все знакомо. Это чипы компьютерные IBM, Pentium появляются и тому подобное. Это четко закон Мура. Если бы закон Мура выполнялся бы абсолютно, то это была бы такая прямая линия. Это достаточно потрясающе, что это эмпирический закон, который выполняется. И хотя каждый год за последние 30-40 лет говорят, что теперь в следующем году закон Мура не будет выполняться. Точно. Уже невозможно расти. Каждый год он выполняется. И я считаю, исходя из этого закона, что и в дальнейшем каждые 18 месяцев мощность компьютерных чипов в течение следующих точно 10-20 лет будет удваиваться. Это закон Мура. Интересно, что в последние годы закон Мура перешел из количественных каждые 18 месяцев в два раза мощность увеличивается, в качественных. Почему в качественные? Потому что теперь компьютеры могут сделать то, что раньше было невозможно себе позволить. Я не знаю, задумывались ли вы о том, что ваш смартфон, какой бы у вас смартфон не был бы, у него мощность больше, чем у всех компьютеров компьютеров в мире всех, включая там Пентагон и тому подобное, в 70-е годы. Мой коллега в компьютерном департаменте Стэнфорда сделал такой подсчет, не знаю, насколько он точно прав, но я думаю, что он недалеко от истины, что его iPhone, это было полгода назад, не знаю, какой у него iPhone тогда был, его iPhone по мощности примерно такой же, как все компьютеры мира 1985 года. Это означает, что теперь, если мы соберем много iPhone вместе, естественно, что если мы уже не iPhone возьмем, а серьезные современные компьютеры, так называемые мейнфреймы, то они могут сделать вещи, которые нам и не мечтали еще 10 лет тому назад. Чему это приводит? Прежде всего, это приводит, что с экономической точки зрения софт становится практически бесплатным. Практически бесплатным. Если раньше софт был безумно дорогой, то теперь, уже несколько лет тому назад, он стал практически бесплатным. Я приведу пример, который мне безумно нравится, и возможно, что некоторые из вас, кто слышали меня раньше, уже знают этот пример, потому что я его очень часто привожу, из моей собственной биографии. Я каждый год преподаю студентам Стэнфорда, и многие из этих студентов после окончания Стэнфорда занимаются интерпренерским делом. Стэнфорд очень популярно. основывать свои компании после того, как вы выпустились из Стэнфорда. Где-то примерно 15 лет тому назад студенты, которые закончили Стэнфорд, и у них была какая-нибудь любопытная стартаповская идея, связанная с софтом, им нужно было примерно поднять 5 миллионов долларов от венчурных капиталистов. Почему примерно? Чтобы поэкспериментировать с их идеей и построить прототип. Почему 5 миллионов? Прежде всего, вам нужно было за миллион долларов купить систему Oracle. Те из вас, кто моего возраста и старше, знают, что такое система Oracle. Молодые, возможно, даже не знают, что это такое. Но без этого было жить невозможно. Второе. Нужно было примерно нанять 10-15 местных программистов в долине, что стоило недешево. Для них нужно было нанять офис, а также нужно было нанять людей, которые обслуживали бы этих программистов. бухгалтеры, секретарши, финансисты, юристы, ну и тому подобное. Back office. Для них нужно было найти еще больше офис. Потом нужно было нанять людей, которые обслуживали бы офис. И все это стоило примерно 5 миллионов долларов на 18 месяцев. И что эта компания ожидала сделать через 18 месяцев? Первое, сделать прототип. Прежде всего, сделать прототип. И если прототип оказался бы удачным, то взять еще от 5 до 30 миллионов, чтобы уже этот прототип довести до ума, до клиентов и начинать продавать. Если неудачный прототип, то 5 миллионов потеряно. Кстати, вероятность провала была примерно 80%. Это то, чем занимается венчурный капиталист. Прокрутим теперь время на 15 лет. Прежде всего, теперь вам не нужно быть выпускником Стэнфордского университета. Теперь студенты Стэнфордского университета, например, студенты программы MBA у нас 2-го года, могут пойти в так называемый стартаповский гараж, который мы создали 3 года тому назад и который я потом еще упомяну. И будучи студентами, в течение 3-х месяцев, почему 3-х месяцев, потому что Стэнфорд живет по так называемой триместровой системе, не как в России, как семестровая система, а триместровая, то есть в году 3-3 местра. В течение 3-х месяцев они могут создать то же самое, что 15 лет там у нас создавали за 15 миллионов. Что им Стэнфорд дает? Дают, может быть, такой маленький столик, где они работают, дают советы людей и примерно 10 тысяч долларов всем дают. Примерно. Плюс-минус. И от них ожидают за 3 месяца создать точно такой же прототип, какой тогда люди создавали за 15 миллионов. Если вы подумали, почему это так? Прежде всего, потому что софт теперь ничего не стоит. Теперь все в облаке, все абсолютно бесплатно на уровне маленьких компаний. Если вы крупная компания, то вы все равно будете покупать какой-то софт, естественно, для масштабирования. Но если вы маленький стартап, то вы вообще не платите деньги. Это первое. Второе. Если у вас есть парочка умных технологов и программистов, которые делают этот стартап, то не надо нанимать 15 человек программистов. А если нужно, то вы их можете нанять где бы то ни было по миру. Поэтому вам не нужно офисное здание. Поэтому вам не нужно нанимать бэк-офис и других людей. Поэтому на самом деле все те издержки, которые компания вынуждена была тратить 5 миллионов долларов, теперь не нужны. На самом деле мы провели четкий анализ и мы показали, что 5 миллионов 15 лет назад это примерно 50 тысяч долларов сейчас. Не 10 тысяч. Потому что Стэнфордский университет на самом деле дает больше. Если вы не в Стэнфорде, если вы просто в долине, сколько вам нужно денег, чтобы попытаться создать точно такой же прототип? Примерно 50 тысяч долларов. Это очень сильно изменит нашу жизнь. Почему? Потому что если у вас 15 лет тому назад была сумасшедшая идея, абсолютно сумасшедшая идея, но не было денег. Обычно у людей, у которых сумасшедшая идея, денег нет. то вам нужно было найти другого человека, который был бы такой же сумасшедший, как и вы, но у которого было бы 5 миллионов, с которым ему легко было бы расстаться. Теперь, если у вас есть совершенно сумасшедшая идея, то вам достаточно, ну нет денег, ни копейки, вам достаточно найти такого же сумасшедшего, но у которого есть только 50 тысяч долларов. Поверьте мне, что гораздо больше сумасшедших, у которых 50 тысяч долларов в свободном полете, чем 5 миллионов. Гораздо больше. Это означает, мы это видим, мы это видим каждый день на любой статистике. Например, 15 лет тому назад не было такого понятия, как ангел-инвесторы. Теперь ангел-инвесторы по всему миру. Вчера мне сказали, что в Казани есть десятки ангел-инвесторов. В долине примерно несколько тысяч, 4 тысячи минимум ангел-инвесторов, это люди, которые вкладывают свои деньги, 100-200 тысяч долларов. Раньше это было невозможно, таких людей не было. Бужеваш 100 тысяч долларов не произвели бы никакого эффекта. Это также означает, что теперь люди могут пытаться создать сумасшедшие идеи, в которые никто не верит. Что такое идеи, в которые никто не верит, сумасшедшие? Скорее всего, это плохие идеи. Но с какой-то маленькой вероятностью это окажется хорошей идеей. На самом деле, одна из первых таких идей была компания Uber. История компании Uber очень проста. Это, естественно, было не год назад, где-то примерно уже было 7-8 лет тому назад. Идея следующая была, что у основателя Uber была идея создать такие сетевые псевдотакси. у него были хорошие связи, то есть его допустили к венчурным капиталистам. Он прошел по 25 знаменитым венчурным капиталистам. Ему никто не дал деньги. Потому что идея была сумасшедшая, и было очень легко сказать, почему эта идея никогда не сработает. И если это случилось по 15-20 лет тому назад, то на этом бы все и закончилось. Но потом он встретил человека, который ничего не знал в транспорте, ничего не понимал в автомобилях, никогда не был венчурным капиталистом, но которому понравилась идея. Это уже было не 50 тысяч долларов, это было не полгода назад, а 7-8 лет тому назад. Нужно было 500 тысяч. Примерно 400 тысяч этот человек дал чек, просто написал прям чек в тот же день. В ту же секунду он сказал, мне очень нравится эта идея, я тебе напишу чек в 400 тысяч долларов. И оказалось, что эта идея сработала уже через 8 месяцев. Эта компания подняла все оставшиеся очень большие деньги уже от венчурного капитала. То же самое происходит сейчас. Мои студенты поднимают деньги под идеи, которые я лично считаю абсолютно сумасшедшие. Ну абсолютно, абсолютно сумасшедшие. И в 95% случаев я абсолютно прав. Проблема, что я не прав в тех 5% случаев, когда люди изменят мир. Я вам приведу конкретные, чтобы не быть голословным, я потом приведу конкретные примеры. Но это демонстрация того, что будущее будет совершенно иное. Что в будущем революционные изменения будут происходить постоянно, потому что их гораздо дешевле, их гораздо дешевле проверять. Второй эффект закона Мура, который не все понимают, следующий. Я не сомневаюсь, что вы все про это слышали. То есть сама новость не будет для вас новостью, что компания Google теперь принадлежит компании Alphavit. Компания Alphavit купила стартап, который называется DeepMind, за который она заплатила 500 миллионов долларов. И компания DeepMind разработала программу AlphaGo, которая выиграла у одного из самых или самого лучшего игрока в Go. Go, кстати говоря, гораздо более сложная игра, чем шахматы. Я не сомневаюсь, что вы все про это слышали. Случилось в прошлом году, и вы все про это слышали. Но многие не понимают, как это случилось. И это случилось из-за другого эффекта закона Мура. Все, не сомневаясь, из нас слышали, что ровно 20 лет тому назад программа компьютер IBM Deep Blue выиграл у Гарри Каспарова в шахматы. И поэтому очень часто люди сравнивают эту программу AlphaGo с программой IBM 20 лет тому назад. Примерно то же самое, просто Go сложнее, поэтому нужно было нарастить мощности. И поскольку мы за 20 лет наши компьютерные мощности сильно увеличились, то теперь нам легко выиграть в Go. На самом деле это совершенно не так. Потому что Go настолько сложнее шахмат, что даже если мы просто увеличим мощности, то нам это не поможет. Оказалось, что закон Мура, как я уже сказал, из количественного перерекает в качественный. В чем заключаются качественные эффекты? В том, что за последние 5-10 лет появились или заново начали разрабатываться существенные направления в то, что называется по-английски компьютер-сайенс, в компьютерных науках, которые раньше не разрабатывались или их даже не было. Это стало естественно из-за того, что появились новые компьютерные мощности, но это дало потрясающий толчок. Любопытный пример, что если вы сейчас заканчиваете Stanford со специальностью компьютер-сайенс или то, что теперь называется очень модно data scientist, ученый по данным, data scientist, то вас берут с руками и ногами. За вас идет битва и не исключено, что у вас первая зарплата после Stanford будет примерно миллион долларов в год. Совершенно сумасшедшие деньги. Почему? Потому что если вы закончили Stanford 10 лет тому назад по той же самой специальности и не перевоплощаясь каждый год, то ваши знания безнадежно устарели. Это означает, что просто очень мало людей, которые понимают, что делать в этих науках сейчас. И это то, что использует эта программа. Что делал Deep Blue IBM 20 лет тому назад? Это люди запускали алгоритмы в компьютер IBM и компьютер IBM просто быстро считал. Эта программа никакого отношения к человеческим алгоритмам не имеет. Используя новые методы компьютерных наук, то, что они создали, это компьютерная игра играет сама с собой. И после того, как она играет сама с собой 100 миллионов или миллиарды раз, она каждый раз учится, 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 используя новые методы. И постепенно, во-первых, она играет лучше, чем кто бы то ни было, заведомо лучше, чем любой человек. Но главное, что она придумывает алгоритмы, то есть ходы, которые люди никогда в жизни не придумают. Для тех из вас, кстати говоря, кто интересуется шахматами, я не думаю, что многие из вас интересуются игрой Go, но если кто-то для вас интересуется шахматами, то очень любопытно следующее. То те же самые методы можно теперь применить в шахматах. И гораздо легче, кстати, применить, потому что шахматы на самом деле очень простая игра для компьютеров. Гораздо проще, чем Go. Когда компьютер точно так же учится самостоятельно, как играть, то есть им дают правила шахматные, а после этого им ничего не дают. Они используют компьютерные методы и пытаются сами играть сами с собой. Оказывается, что не просто компьютер играет лучше людей, это неинтересно теперь уже, а то, что ходы, которые они делают, любой гроссмейстер вам скажет, если вы пойдете брать в него урок, что это ход очень плохой, это ход, который новички делают. Оказывается, что иногда ходы, которые делают новички, делают самые лучшие компьютерные алгоритмы. И гроссмейстер, если увидит такой ход, будет смеяться и будет смеяться до тех пор, пока ему не поставят мат, естественно, потому что это теперь неизбежно. То есть, мой тезис здесь, что изменился подход и закон Мура привел к качественным изменениям. Но это еще не все. Есть второй закон, который знает гораздо меньше людей. И этот закон называют закон Меткалфа. Меткалф был человек, который работал в компании Сиско и придумал этот закон. В чем состоит этот закон? Его закон состоит в том, что сетевой эффект доминирует в технологиях все остальные эффекты. Что такое сетевой эффект? Очень просто. Представим себе, что появилась программа Skype и что у меня она появилась, но больше никого ее нет. Она мне совершенно не нужна. Эффект у этой программы ноль. Теперь представим, что у одного из вас появилась эта программа. Теперь я с вами могу разговаривать, а вы можете со мной разговаривать. Это то, что мы видим слева. Теперь представим себе, что у пяти человек появилась программа Skype. Теперь каждый из нас может друг другом разговаривать. Уже эффект появился гораздо больше. Производительность увеличилась. Теперь представим себе, что Skype появился у всех. Появился сетевой эффект. Что говорит Меткалфа? На самом деле это математический закон, который показывает критическую массу. Каждая технология сетевая достигает некой критической массы и показывает, какая критическая масса для конкретного продукта. Она может быть разная для Skype, для телефона и тому подобное. И когда достигается критическая масса, сетевой эффект максимизируется. И почти все инновации, которые происходят в технологиях, связаны с сетевыми эффектами. То есть они достигают своего оптимального эффекта или воздействия, когда достигается некая критическая масса пользователей. То есть если только один человек пользуется, то это не так важно. Но когда критическая масса пользуется, это очень важно. Если мы совместим закон Мура с законом Миткалфа, что означает, что теперь, когда возникает какая-то новая инновация, то эта критическая масса достигается гораздо быстрее. Несколько конкретных примеров. Первый пример из моей собственной биографии это Мой Вейс. Это программа, которую я использую. Не знаю, используете ли вы ее в Казани. Программа, которую я знаю, что в Москве используют. Программа, которую я использую в Калифорнии, когда я еду куда-нибудь на машине, особенно далеко. Здесь я еду по Сан-Франциско, к мосту Золотые ворота, и она мне показывает, как быстрее проехать. Интересно, что исследователи показали, что из Палуалта, где находится Стэмфордский университет, до Сан-Франциско вы можете доехать либо за 45 минут, используя обычную GPS, глобальную навигационную систему, либо за 30 минут, если вы пользуетесь советами программы Вейс. То есть экономия примерно в среднем 50%. Но почему эта экономия достигается? Исключительно из-за совмещения закона Мура и закона Меткалфа. Закон Мура, потому что, естественно, теперь этот Вейс автоматически в реальном времени обрабатывает все данные и возвращает эти данные вам в виде результата уже. Закон Меткалфа принципиален здесь. Что использует эта программа? Она использует критическую массу пользователей. Если я пользуюсь Вейсом, то каждую секунду я нахожусь на дороге, мой смартфон сообщает мою позицию, скорость передвижения, смартфон знает, куда я еду и тому подобное. Это собирается у десятков тысяч пользователей в этой же местности и, используя это, в моментальном времени находится оптимальная дорога. Потому что Вейс знает лучше, чем кто бы то ни было, в каком метре дороги пробка, где ямка и тому подобное. Но это возможно, потому что ей пользуются десятки тысяч людей. Если программа Вейс будет пользовать только 10 человек в Сан-Франциско, то она абсолютно не идееспособна. Она будет точно такая же, как GPS абсолютно на том же самом уровне. Это конкретный пример. Что интересно, что это показывает еще кое-что. Если мы с вами домыслим это, это показывает еще кое-что. Что когда в тех ситуациях, когда закон Мура и закон Миткалфа сочетаются, выиграть может только одна платформа. Но максимум может быть две платформы. что это не может быть индустрии, где может быть много игроков. И большая часть новых индустрий – это индустрии, в которых может быть только один победитель. Иногда может быть два победителя. То есть самый первый и второй поменьше. Но третьего игрока уже быть не может. Поэтому битвы, которые мы с вами в будущем будем наблюдать, в скором будущем, в разных новых, а также существующих индустриях, битва будет протекать гораздо более кровно, если можно так сказать, потому что возможно быть только один победитель. Это не то, что рынок может быть поделен между разными компаниями. Еще один пример. Связано тоже с законом Миткалфа и законом Мура, но больше здесь закон Миткалфа. У меня в Стэнфордском университете, я уже сказал, группа, формально называется Центр исследований, Центр венчурного капитала, венчурная инициатива, и примерно у меня там работает 15 человек. Примерно. Но если я хочу попижониться и сказать, что я очень большой бюрократ, то я теперь всем сообщаю, что у меня работает 450 человек. Как-то 450 человек звучит гораздо лучше, чем 15 человек. Почему я такое могу сказать, что у меня работает примерно 450 человек и при этом спать спокойно, зная, что я не очень вру? Потому что действительно у меня работает 450 человек. Я их никогда в жизни не видел. Я видел 15 человек. 450 человек я никогда в жизни не видел. Мы пользуемся несколькими сайтами, но в том числе сайт, который мы пользуем, называется Upwork. Не знаю, слышали про такой сайт или нет, но если не слышали, то можете его исследовать. Один из нескольких сайтов. Upwork. Что это за сайт? Это платформа, где люди со всего мира, если у вас есть интернет, вы можете подключиться и работать. Либо полное время, если у вас нет работы, либо вы работаете, вы можете работать свободно от работы, зарабатывать дополнительные деньги. На этом сайте сейчас уже несколько миллионов человек. Это немного, но это уже закон Медкалфа. Если бы там работало бы 100 человек, то я бы никого не нашел бы. На этом сайте сейчас уже несколько миллионов человек и вполне возможно на нем будет стоить 200, а не только 18 месяцев существует. Вполне возможно, что там уже скоро будет 100, 200, 300 миллионов человек. Примерно полтора миллиарда людей в мире, у которых есть доступ к интернету, очень часто через смартфоны. Компьютеров у людей нет. Через смартфоны и при этом люди, которые не участвуют в глобальной рабочей силе. В основном это люди в Индии, в Африке, в Юго-Восточной Азии в основном. Но также, например, в Восточной Европе тоже в меньшей степени. И это все люди, которые у меня работают. И, например, конкретный пример в венчурной инициативе, что мы делаем в частности, это мы изучаем контракты между венчурными капиталистами и компанией, в которых они их вкладывают. И эти контракты очень сложно изучать. Для того, чтобы изучать, нам нужно переписать эти контракты в понятную для компьютера форму. Мы используем для этого роботы пока сделать что-то не могут. По разным причинам мы использовали юристов. Американские юристы стоят очень дорого. Если вы когда-нибудь в жизни приедете в Америку и вам придется занять юриста, то готовьте деньги, готовьте кошелек. Стоит очень дорого. Мы платим очень много. Но для того, чем мы занимаемся, американскими юристами нам не нужны. Нам нужны люди, которые хорошо знают английский язык и которые знают базовые основы юриспруденции. Мы нашли юристов в Нигерии, студентов. Мы нашли в Индонезии, в Сербии, которые прекрасно работают. Это правда, они работают медленнее, чем американские юристы, и примерно в два раза медленнее и хуже по качеству немножко. Примерно. На 10% хуже по качеству. Но что мы делаем? Мы нанимаем теперь на каждый контракт, который нам нужно процифровать. Мы нанимаем двух юристов на этой платформе вместо одного американского, чтобы проверить качество. И они работают где-то примерно в полтора раза медленнее. Все равно получается примерно в 20 раз дешевле. И более того, если мои деньги, которые мне Стэнфордский университет дает, хватает на то, чтобы нанять может быть 3-4 американских юриста, я могу нанять 40-50 юристов в Нигерии. Юристы это самые дорогие. Мы также нанимаем много кого-то другого. У меня сейчас работает 450 человек, и мы вполне считаем, что мы дойдем до тысячи. Я стану по-настоящему большим боссом бюрократом. Я жду моменты, когда у меня будет тысяча человек работать. Но что это означает, что очень сильно изменится рабочая сила? Прежде всего, у всех у нас появятся конкуренты. Чем бы вы ни занимались, если вашу работу можно аутсорсить, для этого не нужен физический контакт, то эти полтора миллиарда человек будут конкурировать. Интересно, что из этих полутора миллиарда человек примерно 500 миллионов знают английский язык на достаточно хорошем уровне. Очень многие работают, даже английского языка не нужно знать. Пропущу этот пример. К чему все это приводит? Все эти законы Мур и закон Миткалфа? Прежде всего, гораздо больше идей возникает. Вот вам один пример статистический. Это общее количество акселераторов в США. Акселераторы это некие организации, где если у вас есть стартаповская идея, то вы можете прийти и работать в этом акселераторе. Один акселератор может быть от 30 до 1000 идей одновременно разрабатывается. И опять же, раньше таких акселераторов практически не было, теперь их сотни и сотни, потому что теперь гораздо дешевле. А вот вам конкретный пример из Стэнфорда. Стэнфордская венчурная студия для студентов где-то примерно 3 года назад. Идея этой студии была очень простая. Чтобы студенты, находясь во время обучения, поэкспериментировали с интерпренерством. Это как бы часть курса по интерпренерству. Чтобы в будущем наша идея была через 10-15 лет, чем бы они не занимались, если они захотят создать свою компанию, то им это было проще сделать, потому что у них навыки появляются. И в чем эта идея была? Что если вы без отбора, у нас не было никакого отбора, не нужно сдавать экзамен, чтобы попасть в эту Стэнфордскую венчурную студию, единственный критерий, вы должны быть Стэнфордским студентом. Это в бизнес-школе находится, но вы должны быть Стэнфордским студентом где бы то ни было в настоящий момент. Это единственный отбор. Если у вас есть какая-то идея, вы приходите, никто не говорит, это хорошая идея или плохая идея, вы туда приходите и вам дают три месяца, 10 тысяч долларов, как я вам уже сказал, и достаточно много дополнительной логистической помощи, и вы там эти три месяца сидите, находитесь, и сколько у нас в общей сложности команд. Где-то примерно в общей сложности уже 400-500 команд прошло через эту венчурную студию. В каждой команде примерно по три человека. Они занимаются чем угодно, здравоохранением, искусственным интеллектом, самодвиженными средствами, дронами, телемедиа, все, все, чем они хотят заниматься. Это как выглядит эта венчурная студия, в общем-то, как бы так сказать, ничего особенного. Это картинки, взятые с Инстаграма. Но что оказалось потрясающим? Идея изначальная была очень простая, что студенты за три месяца поучатся, получат навыки, у них будут интересные идеи, потом они студенты, им дальше учатся, и потом они процесс забудут и будут брать другие курсы. Оказалось, что это так и есть примерно для может быть 80-85-90% из этих студенческих команд. Но для 10-15% команд оказалось совершенно по-другому. Оказалось, что идеи, которые они разрабатывают, настолько интересные, настолько у них стали получаться, что они продолжают эту идею разрабатывать. Естественно, что для того, чтобы уже потом масштабировать вашу идею, вам недостаточно ресурсов в этой венчурной студии. Вы можете создать прототип, вы можете каким-то образом вашу идею воплотить, на пальцах построить, но потом уже, естественно, это нужно масштабировать, для этого нужны деньги, для этого уже совершенно другие ресурсы. И это логотипы тех компаний, части тех компаний, которые вышли из Стэнфордской венчурной студии, где их основатели студенты, которые уже подняли серьезные венчурные деньги. Начали ангельские, а потом венчурные. То есть это уже настоящие компании. В общей сложности они уже подняли более 100 миллионов, уже более 200 миллионов долларов эти компании. Это компании, которых не было бы вообще на этом свете, если бы не было этой Стэнфордской венчурной студии. И это достаточно уникальный пример, но на этот момент. Но теперь естественно, что наши коллеги в других университетах пытаются активно реплицировать это. Более того, даже в Стэнфорде уже существует вторая венчурная студия, уже две существуют венчурные студии. Вдруг оказалось, что это можно сделать. И многие из этих идей тоже будут революционизировать то, что происходит. Это такой быстрый обзор по принципам, механизмам, почему это именно сейчас происходит, почему именно сейчас, в течение нескольких последующих лет нам нужно ожидать очень большие изменения. А теперь я хочу привести вам конкретные примеры. У меня не так много времени, поэтому я вам приведу только несколько примеров в нескольких индустриях. Если у вас будут вопросы по каким-то другим индустриям, пожалуйста, задавайте. Прежде всего, индустрии, которые уже были по-английски disrupted, по-русски мы перевели как подорванные индустрии, то есть индустрии, которых долина интернет уже подорвал, это книги, про которые я уже упоминал, это музыка, это видеопрокат, все компании, которые занимались видеопрокатом в 90-е годы перестали существовать, обанкротились, это газеты, это розничная торговля одеждой в большей степени. На самом деле, если мы посмотрим с вами 20 лет тому назад и посмотрим на все публичные компании Америки, например, на 500 самых крупных компаний Америки, но на самом деле только 2% это те компании, которые подорваны. То есть на самом деле пока эффект, хотя все про него говорят, эффект достаточно маленький. Мой прогноз, который вы можете записать и который мы с вами можем проверить, что в течение следующих 10 лет остальные 98% тоже будут подорваны. То есть процесс, который уже 20 лет идет, это только самое начало. И вот вам отдельные истории. Я вернусь к Федексу, как я обещал. Как я уже сказал, что товарищ Фред Смит сказал, что у Федекса все шикарно и что технологические изменения ему не страшны, более того, что он во все это не верит. Он сказал, что там все говорят какие-то, какие-то странные люди говорят про разные идеи, про дроны и тому подобное в последней миле доставки. Все это смешно, этого никогда в жизни не будет, потому что этого не будет никогда, потому что мои инженеры говорят, что это невозможно. Но это его слова. А какие у него дела? Я вам скажу, какие у него дела. Очень любопытные дела. В ноябре 2017 года Федекс потратил примерно 2-2,5 миллиарда долларов, что большие деньги, хотя для Федекса на этот момент не такие большие деньги, но большие деньги, на то, чтобы по всей Америке установить такие штуки, вот одна из них здесь показана, которая называется пункт самовывоза и в аптеках, потому что есть компания Walgreens, в которой очень много аптек в Америке, примерно 8 тысяч. В аптеке установлен пункт самовывоза, вы можете прийти в аптеку и в чем идея? Идея такая, что Федекс вам не доставит посылку домой, если там никого нет, например, и придется доставлять это второй раз, особенно если вам нужно расписаться за эту посылку. Или в офис, если по какой-то причине вы не хотите чтобы видели, что вам доставили. Вы можете прийти, нажать код свой и вам вылезет эта посылка. То есть, казалось бы, идея очень хорошая. Это то, что они начали делать в 2017 году. Они до этого этим не занимались, до этого вам доставляли по нескольку раз. Это естественно, что их ответ на конкуренцию. И конкуренция у них не от других служб курьерской доставки, там UPS, DHL и другие. Все мы знаем про эти конкуренции. в службе. Они примерно то же самое делают. А конкуренция у них совершенно извне. И конкуренция, я думаю, реальная. Опять же, это происходит сейчас, поэтому мы можем не соглашаться, что будет в будущем. Но я думаю, что с FedEx случится гораздо хуже, чем с Microsoft. Microsoft выжил, потому что все-таки Microsoft было много, чего он делал. Я думаю, что FedEx, вполне возможно, не выживет через 10 лет. Amazon, например, активнейшим образом разрабатывает дроны для доставки. Это именно последние мили доставки. Доставки последние мили. Интересно, что в Англии, где Amazon уже применяет это, почему в Англии? Потому что, в отличие от Америки, в Англии гораздо легче регуляторные службы. Почему в Англии гораздо легче это делать? Потому что в Америке все друг друга судят. Если, например, дрон упадет и ударит вашу собачку, то вы будете судить Amazon на 10 миллионов долларов. В Англии это невозможно. Поэтому они экспериментируют в Англии для начала. Но последние события в том же октябре месяце, что в Англии дроны уже доставляют. Посылки пока очень легкие, примерно 500 грамм и меньше. И это примерно не больше, чем на 5 миль. Но это только начало. И это уже экономически Амазону выгодно. Например, дроны теперь доставляют посылки, если вы находитесь на нефтяных вышках, что достаточно сложно, поскольку вы находитесь вне западной, уже в открытом море, и доставка логистическая не такая простая, то теперь туда Амазон доставляет дронами все что угодно. Это даже будет, естественно, дешевле, чем 500 грамм, легче, чем 500 грамм, но Амазон теперь доставляет. Это как раз английская разработка. То есть американская разработка применена в Англии. И я думаю, что это будущее и очень скорое. Я думаю, что недалек тот день, когда, по крайней мере, в долине, я не сомневаюсь, что постоянно будут жужжать, а может они не будут жужжать, кто его знает. Пока считается, что они будут жужжать, но может быть и нет. Дроны, и никто не будет обращать на них внимания. И если это произойдет в течение следующих, скажем, 50 лет, то что станет с Фидексом? А будет ли нужен Фидекс или нет? Хороший вопрос. Вот вам еще один пример. Еще один пример, следующий. это очень дорогое традиционное ультразвуковое оборудование. Когда я говорю слово традиционное, на самом деле это самые последние разработки. Они стоят примерно начиная с 400 тысяч долларов и могут доходить легко до миллиона долларов. И естественно, что если вы придете в самые лучшие госпитали, то эти, и вам нужно будет исследоваться, то эта аппаратура будет применяться. Она, кстати, не везде есть, потому что это очень дорогая аппаратура. В качестве прикола, спасибо Акбарсу, вы меня поселили в, как я понимаю, в одном из самых лучших отелей Казани, в отеле Лучана. И вчера, когда я въехал туда утром, и меня попросили мой паспорт, я им дал паспорт, пока там они обрабатывали, то я походил вокруг и в процессе прохода вокруг увидел вот это. Эта фотография вчера была сделана мною. Лучана, мы рады предложить вам диагностику на новом ультразвуковом сканере Samsung Madison WS-80A. Это то же самое, что показано на предыдущем слайде. Что главное, написано, что, может, не очень хорошо видно, первый прибор в России премиум класса в единственном экземпляре представленном в Казани. То есть я думаю, что возможно он стоит дороже, чем миллион долларов. Я не знаю, сколько он стоит, но я знаю, что такого типа оборудования не может стоить дешевле, чем 400 тысяч долларов. Это последние научные разработки, которые применены. А вот вам, что появилось в этом году. Что это такое? Это смартфон, и это аппликация на смартфоне, а это Philips, который купил маленькую компанию, которая разработала это. И это ультразвуковой аппарат, который стоит примерно 200-250 долларов, который, в отличие от 400 тысяч долларов, который подключается к смартфону. И что он делает? Я вам скажу, что он делает. У меня есть приятель в Стэнфордской школе медицины, который в первом делу, естественно, я об этом еще не знал, он узнал об этом, в ту же секунду зашел, купил аппарат. В отличие, естественно, от аппарата, который стоит 400 тысяч долларов, даже если у вас есть 400 тысяч долларов, вы еще его не купите, потому что его не всем дают этот аппарат. А этот аппарат вы можете купить по интернету. 200 долларов заплатили по своей кредитной карточке или 250, и он к вам пришел. Что он сделал? Он подключил его к своему… Сама аппликация бесплатная на айфоне. Вы подключили, и что он сделал, будучи врачом? Это УЗИ. По-русски УЗИ называется, да? УЗИ. Он сделал УЗИ всего своего тела. Подводишь, он мне показал, когда подводишь, естественно, что он врач, поэтому ему очень легко, хотя не нужно быть врачом, чтобы это сделать. Подводишь, и в ту же секунду на твоем айфоне показывается УЗИ твоей коленки. Он сделал УЗИ всего своего тела. Первое. Ему это заняло примерно 20 минут. Это первое. Второе, что очень важно, это очень дорогая аппаратура. Поэтому, по крайней мере, в Америке, где вообще здоровье хранение очень дорогое, вас направляют на УЗИ, когда у вас уже что-то очень сильно болит. Вот приходит, говорит, у меня очень сильно болит коленка, вас направляют на УЗИ. В качестве профилактики УЗИ не используется. Я не знаю, в России использовали профилактику УЗИ всего тела, но в Америке нет. Он сделал себе УЗИ и нашел у себя проблему. Ну, поскольку он врач, то он увидел эту проблему. Я не врач, но если я не врач, то очень просто. Я делаю УЗИ. Более того, мне эта аппликация говорит, если я что-то не то делаю, то есть аппликация не врач, она мне поставит диагноз. Но она может сказать, что УЗИ плохого качества. Она скажет, как мне это сделать, УЗИ? Если она плохого качества, скажет, переделайте. Потом появляется картинка, вот вам УЗИ, вам нужно послать это вашему врачу, то есть пока еще врач не выведен из этой ситуации, послаете врачу, и потом врач по интернету может определить, что с вами происходит. У вас все хорошо или у вас не очень все хорошо. Это правда, что качество этого УЗИ не настолько высокое, как качество УЗИ, которое производится с помощью этой потрясающей миллионной аппаратуры. Спора нет. Но дешево, быстро и сердито. Если вы подумаете, то все технологические революции именно с этого и начинаются. Например, революция персональных компьютеров началась с того, что были исключительно компьютеры, которые занимали эту аудиторию актовую, которые были огромные компьютеры. И маленькие персональные компьютеры стоили дешево и были гораздо худшего качества, чем огромные компьютеры. Но так начиналась революция персональных компьютеров. Здесь то же самое. И это только начало. Кстати, таких гаджетов медицинских сейчас выпускают тысячи разных. И опять же, большая часть из них абсолютно бессмысленны, никому не нужны и исчезнут. Но какая-то часть из них, я думаю, что этот мой приятель, который этим воспользовался, что это уникальная вещь. Что это уникальная вещь с точки зрения профилактики, с точки зрения быстрого определения. Если вы, например, путешествуете и у вас что-то прошло, вам не нужно искать место, куда идти делать УЗИ, вы можете это сделать на месте. Это то, что происходит в области здравоохранения. В целом, здравоохранение это одна из тех областей, где уже происходит революция. Если вдруг вы компания, которая производит очень серьезные, дорогие аппараты для здравоохранения, то вам пора подумать о будущем. Еще один пример. Строительство это огромная индустрия. В Америке только строительство как офисных зданий, так и частных зданий примерно триллион долларов в год, оборот, примерно. А вот вам пример. Один из новых стартапов. Стартап в долине называется Катера. Сразу сообщу, что у меня здесь небольшой конфликт интересов. Я один из инвесторов в этом стартапе. Но идея очень простая у этого стартапа. Они строят дома, построенные по принципу айфона. Что такое айфон? Это на самом деле просто мы берем компоненты и собираем. Они строят дома по модульному принципу. И когда я впервые об этом услышал, ко мне пришли мои студенты, один основатель мой, бывший студент, пришли, они мне рассказывают про это, говорят про модульные дома, то первая моя идея была очень отрицательная. Какая идея? Я представил себе бараки. Потому что модули можно строить только вагончики типа, бараки. Но на самом деле новые технологии привели к тому, что вы можете построить модульные дома очень быстро. И они очень высокого качества. Первое, они строят офисные здания. Это офисные здания, которые строят этот стартап в долине. Что интересно, что это достаточно большое здание для модульного дома. Внешне, скорее всего, оно не будет отличаться от неба. То есть вы не сможете понять, это модульное здание или не модульное здание. Внешне или же внутри вы будете в нем работать. Примерно, скорее всего, оно будет дешевле построить в четыре раза. Там не нужно будет использовать рабочие силы. И также это займет буквально пару месяцев. Если вы это не верите, это первый офисное здание, который они устроят. Если вы не верите, и, кстати говоря, у них уже примерно, у них уже как минимум три конкурента, мы знаем. То есть этот стартап может провалиться. Но будут другие стартапы, которые делают то же самое. То есть они только что построили. Это они дом продали. Это ошибка перевода «Центр переподготовки». На самом деле, это неправильный перевод. Это модульный дом. Модульный дом в Менлопарке. Менлопарк – это город рядом со Стэнфордским университетом. На самом деле, это на улице, на которой я раньше жил. И посмотрите дом. Вам нравится или не нравится? На самом деле, это модульный дом, который этот стартап построил. Интересно, что это модульный дом, но не внешне, такой модерновый дом, который любят в Калифорнии. Не внутри вы не поймете, что это модульный дом. Дома в Калифорнии стоят дорого. Этот дом был продан примерно за 2 миллиона 850 тысяч долларов. И мне интересно, люди, которые его купили, даже думали ли о том, что это модульный дом. Он был построен из модулей, которые были построены в совершенно другом месте, потом привезены и собраны на месте. И это заняло меньше, чем 2 месяца дом построить. Это будущее. То есть, если вы строительная компания, то вам тоже нужно подумать о будущем. Опять же, только-только начало. Это только начало. Еще 2 года назад таких стартапов вообще не было. Но теперь появились такие идеи. Пример, который, может быть, кто-то из вас уже слышал. Познакомьтесь, пожалуйста, это мой сын, его зовут Даня. Ему 9 лет, он родился в мае 2008 года. И ему исполнится 16 лет в мае 2024 года. Почему 16 лет? Кто-нибудь может догадаться, из тех, кто не слышал? Потому что я знаю, что несколько из вас уже были в Калифорнии и слышали этот пример. Может кто-нибудь догадаться, почему 16 лет здесь важно? Бизнесом? Бизнесом можно заниматься начиная с 2 лет. Или даже раньше. А? Права. В Америке, в штате Калифорнии, вы можете получить варийские права начиная с 16 лет. Это почему май 2024 года? Потому что я заключил со своим коллегой пари. Очень важное. То есть я здесь лично участвую. Мне очень важно. Следующий пари. Что когда Даня исполнится 16 лет в мае 2024 года, то он сможет от кампуса Стэнфордского университета, это долина, от кампуса Стэнфордского университета доехать до центра города Сан-Франциско в полностью самоуправляемом автомобиле. И я заключил пари со своим коллегой, тоже другим, очень уважаемым профессором. И вы видите звездочку. Эта звездочка не случайна, потому что когда два профессора общаются, то еще хуже, чем два юриста. Поэтому мы дали очень точное определение и записали, что мы считаем полностью самоуправляемым автомобилем. Что интересно, уже прошло полтора года, мы этот пари заключили в апреле 2016 года. Когда я об этом рассказывал людям, начиная с мая 2016 года, то есть полтора года назад, в мае 2016 года, мне все говорили, ты проиграешь. Точно. То есть никаких шансов, что ты выиграешь. Какой ты идиот, что заключил это пари. Почему идиот? Потому что, если я выиграю пари, то есть если он сможет проехать полностью в своем проем автомобиле, то я выиграю очень хорошую бутылку вина, очень дорогую. А если он не сможет, то я проиграю. Это очень дорогую бутылку вина. И мне все говорили, это ужасно, что ты проиграешь эту бутылку вина. Мне все жалели, говорили, но надеюсь, ты уже купил эту бутылку вина. Время течет очень быстро. Потому что... А может быть, конечно же, что вино переоценено. Вино точно переоценено. Я вам даже не буду говорить, сколько оно стоит. Оно стоит очень дорого. Но за последний год это вино подорожало еще в два раза. Поэтому все возможно. Но я-то надеюсь его выиграть. Но что интересно, что в мае 2016 года те люди, которые в мае 2016 года меня жалели, теперь говорят мне, какой идиот твой коллега. Они не помнят, что в 2016 году они еще в это не верили. Какой идиот твой коллега. Потому что за полтора года произошло много чего, что теперь большинство людей полагают, в том числе и я, что я выиграю. Но мы увидим. Будущее неопределенное, конечно же. Мы увидим. Фотография, которую я снял в Сан-Франциско недавно. Самодвижущийся аппарат. Естественно, что вы видите там очень много людей в машине. На самом деле они себя за компьютерами все изучают. Но это самодвижущийся аппарат. Почему я вам показываю эту фотографию, если вы зайдете на Google и будут тысячи картин гораздо лучшего качества. посмотрите на лого. Вы можете угадать, что это за марка? Это Ford. Ford – это самая отсталая технологическая компания среди всех автомобилестроителей. То есть, ну, самая. То есть, ну, самая. Я, может быть, не беру российские компании, потому что я про них ничего не знаю. Но вот по сравнению с любыми немецкими, другими американскими, японскими, южнокорейскими компаниями, но это ужасно. И даже они активнейшим образом участвуют в самодвижущихся машинах, потому что они поняли, что их бизнес полностью горит. В настоящий момент в мире 35 компаний, как от очень больших компаний типа BMW и тому подобное, до крупных новых стартапов типа Tesla, Wimo, это компания Google, до новых стартапов занимаются самодвижущимися, самоуправляемыми машинами. Поэтому я думаю, что вероятность того, что я выиграю эту бутылку, не маленькая, не маленькая, а увеличивается с каждым, увеличивается с каждым днем. Мы с вами будем говорить про финтех после перерыва, но один график я обязан привести, чтобы у нас был, начался интересный разговор по поводу финтеха. Это следующий разговор, что это такое. Это первая страница веб-сайта очень крупного американского банка Wells Fargo. И на этой странице вы можете сделать все, что угодно. Открыть счет, получить ипотеку, запросить кредитную карточку, если вы малый бизнес, делать то и то, и так далее. А это все логотипы где-то примерно 180 стартапов, которые пытаются у вас у Wells Fargo украсть линейку за линейкой. И про отдельные стартапы мы поговорим после перерыва, но они пытаются у вас украсть. И многие из них разорятся, многие из них уже разорились, но кто-то из них будет очень удачным. И я думаю, что у Wells Fargo уже приходится сейчас не совсем сладко. В финтехе, естественно, огромные изменения, опять же, потому что закон Миткалф и закон Мура подошел к тому, что гораздо легче атаковать традиционные финансовые институты. Те из вас, кто были на моей презентации в прошлом году, должны помнить этот пример. Но я вам расскажу про апдейт, что произошло новое, потому что огромные изменения произошли. Для тех из вас, кто не был на моей презентации в прошлом году, примерно 20 лет тому назад мой коллега в Стэнфорде, профессор Браун, его лаборатория, он биохимик, его лаборатория изобрела метод получения псевдомяса, натурального мяса, не вегетарианского мяса, натурального мяса. И главная идея была, что это первое, текстура, как у мяса, цвет, как у мяса, вкус, как у мяса, запах, как у мяса, но не мясо. И это не синтетика, это натуральная вещь. И так бы все это оставалось в рамках научной лаборатории, но изменились времена, потому что 20 лет назад возможно, нужны были бы сотни миллионов долларов, чтобы это мясо внести до публики, который ест. А несколько лет тому назад, в 2013 году, он поднял всего лишь 3 миллиона долларов. Это не 50 тысяч, но 3 миллиона – ничто в этой индустрии. И они создали первый прототип. Первый прототип, типа первые полкило этого мяса, как бы, условно говоря. И в 2015 году они подняли еще деньги и начали производить, они назвали свою компанию Impossible Food, что означает по-русски «невозможная еда». Это бургер, из их рекламы, все здесь настоящее, кроме вот этого мяса, которое не мясо. История, которую я вам рассказал в прошлом году, если кто из вас помнит, то я был в ресторане «Сан-Франциско» в 2015 году, и была такая мини-дегустация, где было 6 мини-бургеров, и 3 мини-бургера были изготовлены с помощью этого мяса, а 3 других мини-бургера выглядели внешне абсолютно одинаково, были изготовлены из лучшего фарша, который используется в этом ресторане. И профессиональные дегустаторы, а также обычные смертные типа меня не смогли определить, что есть что. Это то, что было 2 года назад. Теперь посмотрите, как все быстро меняется. Прежде всего, те из вас, кто приехали в долину недавно, уже могли попробовать это мясо. Я не знаю, воспользовались ли таким возможности или нет, но теперь во многих местах в Силиконовой долине, в Сан-Франциско, это студенческое кафе на кампусе Стенфордского университета, вы можете купить такой бургер за несколько долларов и попробовать. И более того, называется «Impossible бургер», «Невозможный бургер». И там даже не написано, что это не мясо. Поэтому, если вы попробуете его, оно будет не такое вкусное, как в том прекрасном ресторане. Но, если вы попробуете его и спросите у соседей, которые тоже самое едят, что вы про этот повод думаете, они скажут, «Бургер как бургер». То есть, им как бы совершенно все равно. Но, это был 2016 год. В 2017 году только что произошли новые изменения. Прежде всего, они уже подняли 250 миллионов долларов. Опять же, мы теперь можем начинать с маленьких денег, но чтобы масштабироваться, нам все равно нужны очень большие деньги. Пока революция не довела до того, чтобы можно масштабировать за копейки. Для этого все равно нужно сотни миллионов долларов. Они подняли примерно 250 миллионов долларов. И в Окленде, что по другую сторону залива, почему в Окленде, потому что там гораздо дешевле, они построили завод. Они построили завод, который начал действовать в октябре месяце 2012 года, это невозможное мясо. И главное, что месяц назад они заключили свой первый серьезный коммерческий контракт не с Макдональдсом, потому что, когда в 2014 году я впервые слышал профессора Брауна, то он сказал, что моя мечта, чтобы мы заключили коммерческий контракт с Макдональдсом, чтобы поставлять все мясо, которое используют в бургерах Макдональдс. Потому что я не сомневаюсь, что если вы здесь, эта публика, наверное, ест хорошие стейки, если вы хотите есть мясо, но эти стейки с точки зрения экономики не играют никакой роли. С точки зрения экономики играет роль фарш. Дешевый достаточно. Это больше, чем 95% всего мяса. И Макдональдс в Америке по крайней мере играет немаленькую роль в этих 95% с точки зрения общей капитализации этого рынка. До Макдональдса они пока не дошли, но у них контракт с четвертым по величине американским потребителем фарша. И начиная с 1 февраля 2018 года они начинают поставлять. Обратите внимание, первое, что это произошло очень быстро. Они получили первые 3 миллиона 4 года тому назад. Второе, что они идут ступенькой за ступенькой. И ступеньки очень хорошо определены. На английском языке ступеньки называются milestones. Они достигают их постоянно. И каждый раз поднимаются больше и больше деньги. Третье, что если у вас есть клиенты, которые активно занимаются сельским хозяйством, например, коров выводят, то им пора подумать о будущем. И четвертое, что если этот стартап удастся, и многие другие, у них много уже конкурентов появились, естественно. Святое место пусто не бывает. И это только про мясо говорю. Есть очень много примеров в других областях сельского хозяйства. Фудтех, то есть вложение в технологии еды, получили примерно 5 миллиардов долларов в 2016 и первой половине 2017 года. Инвестиции от вечерного капитала. Совершенно потрясающие вложения, потому что в это верят очень сильно. инвесторы. Это очень сильно повлияет на нашу жизнь. Безумно сильно. Потому что, например, я об этом не знал, но коровы, один факт, у меня нет времени на все факты. Коровы потребляют во всем мире гораздо больше воды, чем люди. И коровы едят гораздо больше травы, чем люди. Если по траве мы понимаем любую зелень, любые овощи и тому подобное. Поэтому если вдруг нам не нужно будет столько коров, чтобы производить мясо, то оказывается, что так же решается проблема с питьевой водой очень существенно. И так же освобождается земля для много чего другого. Парочка последних примеров. Еще примерно 10 лет тому назад все футболки производились в Китае. Теперь многие футболки уже производятся на месте. Но джинсы производятся до сих пор не на месте. Потому что оказывается, что джинсы очень сложно произвести. Джинсы – это пример. Пиджаки, джинсы и тому подобное. Для джинсов это фабрика Левайса. Для того, чтобы изготовить одну пару джинсов, нужно первые 38 операций сделать. И ни одну из этих операций не могут сделать роботы до сегодняшнего дня. И нужно 9 разных человек. То есть это очень узкоспециализированный бизнес. Если вы посмотрите, кто работает на этой огромной фабрике, посмотрите на людей, то это не китайцы. Потому что, естественно, китайские рабочие силы теперь стоят очень дорого. Поэтому фабрика Левайс и все остальные фабрики мигрировали из Китая в либо Юго-Восточную Азию, но там большие проблемы с электричеством, и более того, там проблемы также рабочей силы тоже становятся дороже. Это в Африке у них. Это у них завод, который они построили в Африке. И это до сих пор делают все люди. Однако в этом году не очень хорошо видно, но в этом году компания, на самом деле в 2016 году, но в этом году создали прототип, интерпренер из MIT создал робот, который он назвал Сьюбо, который впервые смог целиком сделать футболку без участия людей, без участия швейных машинок. Робот, который целиком сделал футболку и робот, который одновременно сделал где-то примерно 28 операций из 37 операций, из 38, которые нужно сделать, чтобы изготовить пару джинсов. То есть на самом деле возможно через 2-3-4 года одежду такого типа, массовую одежду, уже будут делать роботы. И скорее всего, роботы будут делать они не в Африке, а рядом с клиентскими центрами. Там джинсы эти покупают. И что интересно, что если вы захотите сделать уникальную футболку, например, когда моему сыну недавно был день рождения, мы сделали всем гостям детям футболки, Дани, 9 лет и тому подобное. Но если бы это было очень легко и дешево, 10 лет назад это было бы невозможно сделать. По крайней мере, за разумные деньги в течение 23 часов. Но если вы захотите то же самое сделать с джинсами, то это будет невозможно. Или, возможно, за совершенно другие деньги. Невозможно. Но я думаю, что через 5 лет мы можем сделать индивидуальные футболки и индивидуальные джинсы. Потому что роботы все это меняют. Давайте я здесь остановлюсь, потому что мы переходим в новую тему. И спрошу у вас, есть ли у вас какие-нибудь вопросы. Вопрос в том, что в чем новость модульных домов, потому что уже Иван Грозный собирал это. Видимо, вы имеете в виду срубы, которые собирались. Но Иван Грозный это не масштабировал. Может быть, масштабировал, но не то. Идея очень простая. Что на самом деле все, что изобретается, очень много, ничего нового в этом нет. Идея, конечно же, что меняются технологии и экономика, то есть себестоимость продукта, что это можно достаточно легко масштабировать. Здесь идея такая, что представим себе, что у вас модули собираются, представим, что это деревянные дома, хотя они не делают деревянные дома, они делают плиточные дома, бетонные. Представим себе, что ваши модули собираются в тех местах, где есть очень много стройматериалов. Это может быть за тысячи километров. Потом все это перевозится на огромных кораблях и уже собирается на месте. Это гораздо дешевле. почему? Потому что там, где строят материалы, вы там одновременно можете сделать десятки тысяч, потенциально миллионы, десятки миллионов модулей и отработать там технологии, а не на месте, где команда строителей индивидуально собирает ваш дом и переправляет, а на месте только собирает. То есть здесь идея, на самом деле, это не Иван Грозный, а идея Lego. Если вы подумаете, что такое Lego, это одна фабрика вам посылает Lego, а вы уже собираете. То же самое будет. Иван Грозный такого не делал. Почему это возможно? Теперь. Почему эти компании были созданы? Четыре компании уже, я знаю, которые подняли миллионы долларов и пытаются это сделать, потому что, первое, измененные технологии, в частности, они не используют никакие новые строительные технологии, но они используют новые технологии. То есть у них компьютер, искусственный интеллект берет вашу площадку дома и под него сразу берет традиционный дом и разбивает его на разные модули. Если вы хотите построить уникальнейший дом, то вам это не поможет. То же самое, что и в моем примере с мясом. Если вы хотите самый лучший стейк, то вам эта компания ничем не поможет. Но поскольку многие люди едят в Макдональдс, то большинство людей живут в обычных домах. Более того, если мы с вами подумаем, пока они этого не делают, но если мы подумаем с вами про большие города, где очень много стандартных высокоэтажных домов, то не исключено, что эта модульная конструкция существенно снизит издержки на высокомодульные дома. Если мы подумаем, что в Китае за последние 5-10 лет было построено сотни тысяч возможно таких домов, точно десятки тысяч таких домов, то это сильно изменит нашу цивилизацию. Это очень важный вопрос. Вопрос был связан с тем, что у нас получается с человеческими ресурсами, потому что действительно к чему неизбежно приводят все эти технологии, что многие человеческие ресурсы высвобождаются. При этом на самом деле получается одновременно два эффекта. С одной стороны, многие человеческие ресурсы высвобождаются, с другой стороны, одновременно, возможно, в мировую экономику вольются полтора миллиарда человек, которые раньше никогда в этой экономике не были, вообще никогда в жизни не работали. Например, в той же самой Нигерии, откуда у меня достаточно много работников из моих 450, я так думаю, что этих людей, они работают по смартфонам, и у них, возможно, даже электричества нет. То есть у них смартфоны от солнечных батареек, у них не было ни телефонов обычных, ни электричества, ничего не было. Но теперь они подключены к интернету, и теперь они могут работать. Вопрос, что произойдет? Это очень хороший, очень важный вопрос, и на этот вопрос нет единственного правильного ответа. Но несколько гипотез. Первая гипотеза, которая оптимистическая, в которую, к сожалению, верят не очень многие специалисты, что если мы подумаем с вами про то, что произошло в течение предыдущих 300 лет, то каждый раз, когда происходила технологическая революция, то какой-то пласт людей терял, особенно это люди уже в возрасте, которым уже сложно переучиваться, но все остальные люди на самом деле от этого выигрывали, потому что возникали новые специальности. Если мы посмотрим с вами на индустриальную революцию в Англии или в Америке в 18-19 веках, то какой-то пласт людей терял, например, лудисты, которые бунтовали, но все остальные люди выигрывали от этого. Оптимисты считают, что точно такое же произойдет и теперь, что действительно очень много людей потеряет работу, согласно отдельным данным, до 70% из нас, по крайней мере, в западной мере, которые занимаются не сервисными услугами, то есть не общаются с другими людьми, могут потерять работу в течение следующих 15 лет. Но для них будут найдены, особенно для молодого поколения, которые готовы будут переучиться, другие работы. Пессимисты, и они себя называют реалистами, говорят, что теперь все изменилось и теперь уже новое поколение, возможно, не сможет найти себе работу, потому что просто не будет работы. Я на днях видел, не успел поместить на слайды, потрясающую карикатуру в газете. Следующую. Начальник разговаривает с подчиненным. Подчиненный говорит начальник, я очень боюсь, что вы меня уволите, потому что робот займет мою работу. Наш начальник говорит подчиненному, вам повезло, потому что мы предложили вашу работу роботу, но он отказался. То есть все возможно. Но если так произойдет, то на самом деле нас ожидают уже не экономические, не технологические, а социально-политические последствия, которые нам, как цивилизация, нужно будет разбирать. И как это произойдет, я не футуролог и не могу вам сказать. Но одно предложение уже есть. Если вы посмотрите на Швейцарию, то Швейцария первая страна в мире, которая серьезно рассматривает так называемый универсальный доход. Что такое универсальный доход? То есть если вы даже ничем не занимаетесь вообще, вы получаете очень хорошие деньги. Швейцария думала про примерно тысячу или полторы тысячи долларов в месяц, которые каждый гражданин страны получает. Вне зависимости от того, работает ли он или не работает. Все получают. Это означает, что многие люди могут ничего не делать. К чему это приведет, мы пока не знаем. Вопросы, пожалуйста. Погромче немножко. Пока они еще не убедили миллиона американцев, потому что они только подписали коммерческий контракт. Миллионы американцев об этом пока никогда еще не слышали. Первое. А я думаю, что им не нужно будет ничего убеждать делать. Потому что большинство людей никогда не задумывается о том, что они едят. Я знаю, что в России сейчас очень популярен здоровый образ жизни. В Америке тоже популярен здоровый образ жизни, но это все популярно у очень малой части людей. У нескольких процентов людей. Если спросим у 90% людей, они не будут знать, что они едят. Им совершенно все равно. Но я вам не рассказал про самое важное, про экономику этого дела. Обычные бургеры в Макдональдсе мясо стоят примерно 95 центов. Это себестоимость. Просто мясо очень дорогое. Коров нужно растить много лет. То, что они делают, у них себестоимость это примерно от 3,5 до 7,5 центов. Если вам, как обычному американцу, предложат, даже если вы знаете, что вы едите, настоящее мясо за 6 долларов, бургер, 7 долларов, или такой бургер за, скажем, 3 доллара, то, что вы выберете. Особенно, если окажется, что это более полезно и для вас более здоровое. Если вы каждый день едите бургеры, то я вам рекомендую перейти на это мясо. Оно точно. Там нет холестерина, там нет разных других неприятностей. 100%. Пожалуйста. Вы сами это можете сделать, потому что те профессии, которые достаточно монотонные, достаточно монотонные и которые делают примерно одно и то же, кстати говоря, включая сервисные профессии. Опять же, по словам сервиса мы понимаем профессии, когда общаются люди с другими людьми во время работы, то они уйдут. Несколько примеров. Самоуправляемые средства. Я не знаю про Россию, но в Америке примерно 2,5 миллиона человек задействованы профессионально как водители. Водители грузовиков, автобусов, такси и тому подобное. Вполне возможно, что из этих 2,5 миллионов людей 2 миллиона 200 тысяч человек окажутся без работы в течение следующих 15-20 лет или даже быстрее. Я вам более того скажу, что никто не сомневается, никто из специалистов не сомневается, что как только самоуправляемая машина действительно появится, даже если вдруг я проиграю бутылку, то я проиграю бутылку может на пару лет только. То есть имеется в виду, что это случится очень скоро в любом случае, то нам всем запретят ездить на обычных машинах, потому что почти все аварии происходят из-за невнимания людей. Нам запретят. То же самое, как запретили ездить на лошадях. Вы теперь по главной казанской улице вряд ли вы сможете скакать на лошади, а если вы хотите будет ездить на свое... Старое поколение, включая люди моего возраста, многие из них любят ездить на машинах, вам разрешат будут специальные полигоны, где вы будете платить большие деньги, чтобы прокатить свою машину. Первый мой пример. Второй мой пример, я вам потом покажу, если у вас хватит времени, любопытный фильм, из которого будет следовать, что люди, которые работают на кассах, в супермаркетах, в магазинах тоже очень скоро исчезнут. В Америке это примерно 700 тысяч человек. Скорее всего, это второй пример. Третий пример, если затронуть более высокооплачиваемую рабочую силу, это разного рода бэк-офисы, которые уже начали заниматься аутсорсингом. Аутсорсингом у них уже начал происходить, но это очень... С точки зрения, например, банков, если говорить про банки, то вопрос, сколько у вас людей работают в отделениях, которые потенциально можно заменить. Не отделение я, а людей. Возможно, об этом с вами можно поговорить в финтехе, но это тоже неизбежно будет происходить. Более того, скажу, что очень часто естественно, что, например, государства будут против этого. Например, если вы важная компания в вашем регионе, то вам правительство скажет, что вы не можете увольнять людей. Потому что мы заботимся не о вашей прибыли, а о том, что делать с этими людьми. Но проблема, что, естественно, вы будете конкурировать с другими организациями. Государство не может заниматься дотацией всех организаций, может заниматься дотацией только определенных организаций. Поэтому, если появятся другие организации, которые с вами конкурируют и которые смогут это сделать, то просто у них будет гораздо меньше себестоимости. Я могу продолжать лист. У меня он достаточно длинный. Но вы сами можете до него дойти тоже. Пожалуйста, был вопрос там. в самом... Да. Разные государства и разные регуляторы по-разному относятся к разным инновациям. Но поскольку регуляторов очень много и у них нет единой точки зрения и единого мнения, то это означает, что где-то эти технологии будут развиваться. И когда будет показано, что эти технологии безопасны, то тогда постепенно эти технологии будут применены везде. Несколько примеров. С теми же самыми дронами. Не потому, что регуляторы в Америке запрещают дроны, а из-за юридической ответственности дроны гораздо легче использовать в других странах. Поэтому в Америке пока коммерчески дроны не используются вообще. Только в качестве можно купить дроны за тысячи долларов и можно использовать в личных целях. Но они используются в Англии, а я уже привел пример, а также в нескольких других странах. Но если будет показано, что эти дроны абсолютно безопасны, то их постепенно начнут использовать в Америке. Более того, их также будут использовать в России. Это неизбежно. Возможно, с опозданием в 5-10 лет. Но в какой-то момент их будут начнут использовать. Если будет показано, что они безопасны, может быть, какие-то инновации не будут безопасны и пропадут. Это тоже очень возможно. То же самое с многими другими примерами. Например, в Америке регуляторы обычно подходят к идее, что мы ничего не запрещаем, но мы и не разрешаем. Пусть люди сами это делают, а потом, если что, они будут нести ответственность. Америка достаточно любопытная территория для инноваций, потому что в Америке очень мало федеральных законов. В Америке почти все законы штатские законы, то есть по штатам. В Америке 50 штатов, и у каждого штата свои законы. Об этом большинство людей, даже живущие в Америке, не знают. Например, говоря про финансовые технологии, в очень многих штатах по разным причинам, в частности, в связи с финансовыми катаклизмами 30-х годов, очень суровые законы. И поэтому очень сложно получить банковскую лицензию и заниматься инновациями, в том числе и в Калифорнии. Но есть несколько штатов, среди них самый выдающийся штат это штат Юта. Если вы слышали про него, то скорее всего, потому что там в Мормонах живут. Штат Юта, в котором самый, как сказать, щадящий режим банковского регулирования. Федерального банковского регулирования в Америке нет вообще, практически. Поэтому все новые финансовые стартапы практически без исключения регистрируются в штате Юта. Но как только вы зарегистрировались в штате Юта, вы также можете обслуживать и калифорнийских потребителей, например, калифорнийских клиентов. Поэтому, скорее всего, в очень странных то же самое связано со здравоохранением, другим примером, который я приводил. Например, если вы придете в Стэнфордский госпиталь, то они пока не будут использовать за 200 долларов аппарат, потому что он на самом деле не прошел весь спецконтроль здравоохранения. Они будут до сих пор использовать миллионные аппараты. Но это только вопрос времени. Но с другой стороны, вы правы, что какие-то технологии где-то будут использоваться, и они окажутся дорогими или небезопасными, или даже опасными. И тогда их убьют. И тогда Россия, возможно, об этих технологиях никогда и даже не узнает. Пожалуйста. Какая ситуация происходит без биткоина две недели, мне сложно сказать, потому что это обычный спекулятивный рынок, и это не первый и не последний раз такое происходит в мире. Это называется спрос и предложение. Но естественно, что это как-то по-русски будет бабл-пузырь, что он упадет с биткоином, и что потом он выпрямится. Вопрос, когда это случится, и на какой потом он уровень выпрямится, непонятно. Но главное, что люди не понимают, естественно, стоит ли он 10 тысяч долларов, или 20 тысяч долларов, или миллион долларов, или потом упадет до 1000 долларов. Большинство людей, это я не готов предсказывать. Но если кто-то предсказывает, то не верьте, потому что никто не знает. Этим рынком очень сложно уже спекулировать достаточно. Но то, что упадет в какой-то момент это точно. Потому что я тут ехал в аэропорт Сан-Франциско на Uber, как я теперь езжу, и Валите Uber мне рассказывал, что он покупает активно биткоины на свою уберскую зарплату. Это самый четкий критерий, что скоро случится обвал. Если водитель Uber активно использует свои деньги заработан на то, чтобы купить биткоин. Не знаю, какой процент из вас покупает биткоин, или может есть начальство, при котором вы не хотите это сообщать. Но чем выше количество людей, которые покупают, тем скорее будет обвал. Но много людей не понимают, что за этим стоят гораздо более важные вещи. Первое, что если даже биткоин упадет, то он не упадет до нуля. Потому что на самом деле это реальная вещь. Я понимаю, что все создали как бы из воздуха, так сказать, но это реальная вещь. Я говорю не про биткоин, а про криптовалюту в целом. Это реальные вещи, они не уйдут, они гораздо, они заведомо будут пройти, они пройдут через регуляторов, не сомневаясь. но это новая жизнь, которая уже от нас не уйдет никак. И я думаю, что это очень сильно повлияет, в том числе и на финансовую систему. Потому что криптовалюты, блокчейны и тому подобное и в том числе и тому подобное включают вещи, которые мы еще не знаем с вами. В долине, например, больше двухсот стартапов, которые занимаются блокчейнами, криптовалютами и тому подобное и многие из них скрывают, что они делают. Я думаю, потому что они делают что-то, что они считают, еще никто не делает, никто не знает. И если хотя бы некоторые из них будут удачными, то я думаю, наша жизнь очень сильно изменит. То есть мы узнаем про много чего другого. Это очень сильно изменит нашу жизнь, потому что открываются возможности, которых раньше не было. С точки зрения, например, платежных систем, с точки зрения бескешевых транзакций, с точки зрения подписания договоров между людьми в разных точках. Если вы нотариус, вам нужно обеспокоиться о вашем будущем и тому подобное. То есть с точки зрения биткоина, я пессимист, хотя если вы сейчас вложите, то можете заработать огромные деньги. Но с точки зрения блокчейна, криптовалют в целом, я большой оптимист. первое, мы на этой теме в Стэнфорде очень много думаем. И мне есть что сказать, у меня есть даже отдельная сессия по этому поводу, но сегодня я не буду вам презентовать, но очень кратце. Первое, действительно, мы будем жить очень долго. Естественно, что потенциально у нас будут катаклизмы, в том числе связанные и с политическими нюрядицами, но в целом мы будем жить очень долго. У меня есть коллега в Стэнфорде, которую некоторые из вас, по-моему, Лара Карстенсен, которая три года назад в Стэнфорде был создан Центр изучения долголетия, Longevity Center. И она стала директором этого центра, основателем, и она мне сказала, это было два года назад, она мне сказала, Илья, если ты проживешь еще 15 лет, ты будешь жить вечно. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова